Да, друзья, мы пришли, а мы пришли в турецкое кафе Джезва. Хотят меня угостить кофеёчком по-турецки на песке. Пойдёмте. Осень, осень. Ой, как у них тут хорошо, красивенько. Ой, слушайте, как здорово. О, как красиво. А вот что-то за вкусняки такие. Слушайте, вот эти вот с фисташкой вкусные. Солненько. Ешево, да, 300 рублей. Огненный тульпан. Так. Молочный коктейль. Гранатовый, что это, чай? Вкусный какао. 150. Так, что тут ещё? Салат и сухие закуски. Анталия. Запечённая пипа. Морковная котлета. Сушительная. Блины оладьи. Там лёна и груша. Интересно, интересно. Смотрите, какая подача. С фисташкой это очень вкусно. И водичка. Спасибо большое. Спасибо. Это комплимент бесплатный. Вот сюда сейчас будем разливать. Каждому по дурочке. Ой, лёвочка. Я говорю, дорого, да, кофе? Но дело в том, что ещё полтурки не вылили мы сюда, в чашечку. Друзья, ну я вам говорила, что мы сегодня встречаемся с детьми. Я хотела их отвезти в Харакс, накормить обедом. Но Даша сказала, что у лёвки сейчас не очень стабильный сон. Что он может капризничать на улице. В общем, ну и, видимо, с коляской мотыляться. Ну и прохладно сегодня, прохладно. Поэтому мы встречаемся с сыном. Вот он меня привёз в эту джезву. Шикарное кафе, недёшево. Но получить удовольствие, если вы захотите, то это сюда. Сейчас мы идём в одно местечко. Тоже сын меня ведёт. В музей. Пока не буду говорить, какой. Потому что, не знаю, попадём мы туда, не попадём. Как только подойдём, я сразу покажу вам этот дом. А что не сказать-то, да? Как он называется сегодня? Немецкий дом. Мы его проезжали. Красивое. Ну, как красивое. Старинное. Старинное здание. Сейчас с вами дойдём. Да, всё в кружевах. Вот. А потом мы пойдём на обед всё-таки не в Харакс. Теперь я буду сыну угощать. А в китайский ресторан Пекин. Я люблю Китай. Мы с сыном там были не раз. Я люблю китайскую пищу. И как мы посмотрели отзывы, и друзья Влада ходили. Очень-очень-очень-очень многообещающая кухня. Вот. А затем уже поедем домой. Я с Лёвой повожусь. Пообнимаюсь. А Даша сказала, что она хоть вырвется. Сходит по своим делам, погуляет. В общем, вот такой вот у нас расклад на сегодняшний день. Всё, друзья, давайте. До встречи. В немецком году не снимаю. Знаете, так мне нравится этот райончик. Необычненький такой. Магазин пузико для беременных. Здесь целый комплекс. Домик прямо приятный. А мы всё идём к немецкому дому. Ели посажены. Знаете, такие прям кусочки природы. Усадьба Савиных. Интересненькое дело. Просто, знаете, идёшь по каким-то историческим местам. Ну, не чудо ли, а? Ну, вот, ну, не чудо ли. Смотрите, какой красивый домик. А что-то есть какие-то познавательные знаки? Что это за домик? Послушай, наверное, здесь не проживают. Пути головой направо-налево. И будешь видеть вот эту всю старинную красоту. Пожалуйста, миленький каменный домик. Явно старые застройки. И рядышком деревянное зообщество. Пожалуйста. Но мы на подходе. Мы на подходе. Посмотрите. Здание не отреставрировано. Ну, вот, посмотри, облежащий фасад какой. Не везде. Не везде. Но красиво-то как? Красиво-то так? Не закрыто. Может быть, закрыто? Ну, давай попробуем зайти. Закрыто? Ну, в смысле? Ну, а как? А про списание? Ну, вы чё, друзья? Так оно вообще, может быть, не работает. Оно на реставрации, конечно. Вон, видите? А там, слушай, у них такая площадь зелёная. Зелёный сад. Да, оно на реставрации. Видишь, эти сливы сброшены. Очень-очень-очень-очень-очень жаль. Я была настроена на показ. А почему? А где бы написано, по-моему, увидели, да? Я хотела спросить, почему не написано? А где бы было написано? Бургист написано, что открыто. Бургист написано, да, что открыто. А на самом деле у них ремонтные работы ведутся. Да, территория прямо зелёная, шикарнейшая. Надо позвонить, будет узнать, до какого числа закрыт этот дом. Ну что, друзья, пошли назад. Попробуем пекинскую кухню. Слушайте, открываю для себя новые райончики Томска. И мне всё это больше нравится и нравится. Ну, посмотрите. Кто смотрел наши видео из Нальчика, да? Мы там с Люсей восхищались широченными тротуарами, мощёными. И здесь тоже. Ну, как чудесно. А, цветочный салон. А я хотела сказать свадебный салон. Видишь, что у меня на подсознании, сын? Ну, а это знаете почему? Потому что я сейчас смотрю, говорила или нет ли, прямо один за другим видео. ТЛС канал нашла. Мой любимый канал был на телевидении, потом его убрали. Я вот что-то про него забыла совсем, а я там очень любила видео. Say yes to the dress. Скажи, да, свадебному платью. Кто помнит эту передачу? Вот я сейчас нашла на ютубе и взахлёб смотрю, мне так нравятся, боже мой, эти свадебные платья, все расшитые камнями, красивыми кружевами отделанные, тюлью, или тюлем, правильно говорить. Поэтому, видишь, что у меня? Цветочный салон. А я думала, свадебный. Открывается. А вот это вот центр. Я помню, Владико говорит, ну, конечно, ты это помнишь, потому что мы сюда, я когда приезжала, приезжала же раз, сколько приезжаю, раз в год, да? Пару раз в год, да. И мы сюда ходили играть, боулинг, катать шары. И у меня получалось же, сына? Страйки выбивать. Страйки выбивать получалось. Слушайте, надо записать видос. Давайте сюда. Лёвка будет спать нормально. Ага. А что? Бэ-бэм, бэ-бэм. Ну, им будет интересно смотреть. Нет, давайте, правда, спланируем сюда поход. Это вообще будет бомбалейла, а не видео. Я хочу. О, как тут хорошо. Красивенно. Отличная детская площадка. Забегу на секундочку. Покажу. Пойдём. Прям отлично. Красивые островки природы тоже оставлены. Нравится. Слушай, я совсем забыла про этот райончик. Абсолютно забыла. Тут и прекрасный торговый центр, Смайл. Ну, как прекрасный в моём... Нормальный. 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 Это, знаете, учебная. Ну, вы-то знаете. Это красноармейская. Нет, это красноармейская, а Смайл на учебной. Да, Влад? Да. Находится. А, мы туда идём. Вон туда, друзья, мы идём. В Пекин. Кафе Пекин. Ой, как будет интересно. Томские товары. Инфокус. А тут что, сын, за товары томские? Мужская, женская. Так, ну что? У нас сегодня гастрономический тур. Гастрономическая прогулка. Надеюсь, там есть места. Рабочий день. Друзья, ну, нам принесли салатик. На каком салате заказали? А, с грибами. С несколькими грибами, с огурцом. Чаёк нам уже принесли. Ну, и потом ещё покажем, что заказали. Попробуем, что скажешь. Надька у меня научился есть палочками. Ещё в Китае. 14 лет. Что скажешь? Необычно. Необычно? Необычно остренько. Сейчас я попробую. Слушай, запахи такие. Свинилку принесли нам в кисло-сладком соусе. И ещё будут перемешки. Ой, уже не... А, нет ещё. Так, ну я палочками не отчаяюсь, а потом попробую. Остренько. Остренько прям. Остренько. М-м-м. Ну вкусненько. Давай сразу попробуем. Слушай, вообще неплохо. Свининка просто неплохо. Ну вкусно. Кажется, тебе просто вкусно. Выключайся. Не слем пельмешки. С соевым соусом. Пробуй, сын. Скользкие, как козявки. Помнишь? Фильм «Красотка». Что скажешь? Угу. Оно? Угу. Вкусненько, да? Тоже одну пельмешку попробую. Слушайте, вот это очень устой салат. Очень-очень. Ну вкусный. То и ешь, во рту всё горит. Но хочется его ещё есть. Имейте в виду, если будете заказывать. Свинина просто изумительная. В кисло-сладком соусе. И там, по-моему, ещё паприка. Ммм. Вкусненько. Что-нибудь отец там. Взделим. Вкусно. Хорошее мясо. Ммм. Я расскажу вам, сколько мы заплатили. За всё, что у нас было, вы видели. Чайничек с зелёным чаем в клуб. 1550 рублей. Порции мы взяли... А? Нормально-нормально. Порции мы взяли половинки. И нам этого было предостаточно, да, сын? Да же? Прямо объелись. Объелись. Половиночки. Ну, такой интересчик тут. Так, ну всё. Буду на этом, наверное, заканчивать. Хотя мы сейчас поедем домой, может быть. Векула с Лёвкой. А, моя же. А моя, ага. Куда-куда-куда поехал? Я здесь. Я здесь-здесь-здесь-здесь-здесь-здесь. Даша дала мне этот, тыкву. Родители приезжали. Ну, куда ты поехал-то? Ну, ё-моё. Так, всё. Поехала домой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова